Всем привет! Сегодня приготовим курицу в мультиварке. Вернее, куриную грудку. Я взяла вот уже, приготовила лук. Я буду готовить на луковой подушке. Сейчас чуть-чуть, совсем чуть-чуть, положу в мультиварку оливковое масло и положу лук. Вот такое оливковое масло я взяла, совсем чуть-чуть положила в мультиварку на дно. Сейчас положу туда рис. Лук можно пожарить, делая вкуса, можно оставить таким. Просто я буду потом класть туда курицу и все вместе тушить. Поэтому лук так и так будет уже мягкий. Только если он жареный, будет немножко другой вкус. Я решила вот пожарить, поэтому я сделала поставить. Вот, а стрелка на режиме. Стоит. И ставить на среднюю. По литературе, на нормальной. Вот видите, здесь у нас трелки. Я не хочу сильно, чтобы он сгорел. Я не хочу, чтобы он не был поджарен. Мне нужно просто небольшое время. Потому что я, собственно, люблю более жареный рис, чем не сухой. Также я подготовила курицу. Куриная грудка. Вот так. Помыть. И так порезала. С одной стороны. Чтобы соус более проникал туда. Чтобы все было проникало. И лучше. Приготовила чеснок. Порезала. Приготовила перец с кольцами. И сейчас будем с помидорами. Не забываем помешивать. Для курицы. Я буду использовать вот такие ферсы. Которые содержат. Так. Слохо видно. Сейчас просто скажу. Которые содержат. Соль. Лук. Паприку. Чеснок. Черный перец. Смень. Смень. Оригами. И еще одна ферс. Я даже не знаю. Куни. Смень. Смень. Окей. Ну. Можно использовать обычный. Чеснок. Перец. И соль. Нужно добавить. Еще какие-то. Смень. Смень. И посыпаем. Чесноком. Перец. Часть чеснока. Эти надо прямо в костюльку. Я люблю запах чеснока. Который жарится. Смень. 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 И сейчас я посыплю специи. И положу в костюльку. Также мне нравятся вот такие специи. Я использую буквально везде. И для рыбы, и для курицы, и для мяса. Здесь содержится соль, перец. Настырки и красный перец. Да, который болит, или не болит. Тоже надо быть аккуратно, чтобы не пересолить. Я положу вот так, один на один, чтобы оно со всех сторон было у нас в специях. Я положила уже курицу. Я выключаю кастрюльку от этого режима жарения, потому что уже достаточно жарит. И сейчас положу туда курицу. И теперь я приготовлю соус. Почему я беру такой соус? Я беру сметану, так как я не хочу, чтобы было сильно калорийно. Я возьму сметану, сделаю напополам с кефиром. Приготовленный таким образом соус я выливаю в мультиварку на курицу. Распределяем соус по поверхности и еще я добавлю сверху нарезанную кинзу. Теперь можно закрыть мультиварку крышкой. Это новая модель, она вот такие сигналы мне подает, что можно закрывать. Здесь у меня закрыто. И здесь я выбираю режим, теперь slow cook, медленное приготовление. У меня здесь таймер показывает 4 часа. И я думаю, что это будет нормально 4 часа. Или можно сделать поменьше. Здесь меньше есть, или сделать побольше. Здесь есть регулировка, поэтому выбирайте сами. Я думаю, что для курицы, наверное, будет нормально 3 часа 30 минут. Может быть даже и меньше. Но я хочу быть уверена, потому что я недавно получила эту мультиварку. И не хочу просто еще попробовать. Не все функции пробовала здесь. Итак, будем ждать, когда будет готово. И откроем крышку. Итак, прошло время, которое я установила на таймере, 3,5 часа. Потом я уезжала, у меня было на подогреве стояло. Но курица получилась просто идеальная. Вот такая мягкая. Все целое. Кусочки помидоров даже целые. И сейчас я попробую на вкус. Очень мягкая, очень сочная и очень вкусная курица. Приятного аппетита! И вот столько вот... Сейчас взяла два кусочка курицы. Вот столько, даже не всю курицу. Вот столько еще жидкости внутри осталось. Несмотря на то, что я не наливала жидкость, кроме того соуса. В этой кастрюле еще здесь есть вот такой стаканчик, куда набирается жидкость. Пар дает конденсат, вот, и жидкость скапливается в этом стаканчике. Также здесь есть новая опция йогурт, которой не было. И, по-моему, там не было, в той истории модели не было pressure под давлением. В общем, я еще не совсем разобралась. Но кастрюля более модернизированная, и значит, у нее больше возможностей. Instant Put IP Duo. Показать, что у меня еще не было в той кастрюльке. Вот видите, здесь вот такая вот подставочка, которую нужно и достать. Вот у нас двумя ручками. Можно ее опустить, можно на ней положить что-то как бы на пару, чтобы готовить. Так, номерный стаканчик был. Этот стаканчик съемный для пары, я уже показала, он легко снимается. И одевается вроде кастрюльки вот в это место. И две вот такие ложечки с крючочками можно повесить. Вот так вот. Да, это не вешается, вот тут вешается. Да, но можно вешать в другой место. Что еще мне нравится, что здесь вот это вот не так легко вытаскивается, выпадает, как было в той кастрюле в старой модели. Это вот хорошо держится, мне не приходится ее постоянно искать, где она упала. Также в этой кастрюле можно делать выпечку при определенных условиях, но я пока с этим не разобралась, нужно почитать. Спасибо. 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 Спасибо.